Возможность поехать на заработки в Финляндию я нашёл в местной газете ss.lv, где, как известно многим, процветает Кидалова. Хотя Кидалова в наше время, оно везде, так что... Конечно, было страшно, но надо было принимать решение, что делать, ведь мне задерживали зарплату уже за полгода, это была приличная сумма. Фирма, в которой я работал, еле держалась на плаву, и когда нас кинули с контрактом, стало ясно, что работать без денег нужно будет ещё минимум полгода. На дворе было лето знаменитого 2008 года, а я работал на стройке, на руководящей должности. Стройка, раздутая, как мыльный пузырь, вот-вот должна была лопнуть, это было очевидно. Послал с Севи, позвонили, пригласили. Работу, кстати, предлагали по специальности. На станок ЧПУ. Не помидоры собирать, это радовало. Станок ЧПУ вообще делает всё сам. Настроил его, вставил в него деталь, кнопку нажал, дальше он делает всё сам. А ты ждёшь. Всё просто, почти руководящая работа. Ничего делать не надо. Напрягал только тот факт, что работать надо будет по 10 часов в день, плюс 6 часов в субботу. Зато деньги, хоть и 8 евро в час, но за эти часы должно было набежать аж до 2000 евро в месяц. Ну, минус проживание, транспорт, это сразу оговаривалось. Город назначения Турку, юг Финляндии. Приехал я на собеседование, встретил мужик с довольно честными глазами. Говорил спокойно, не приукрашивал. Описывал, как живут там работники, как ездят домой, сколько получают. Выглядело правдоподобно. Ну что, рискнёте? Спросил он в конце собеседования. Ладно, рискну. Заключили контракт и выезд через 2 дня. Поеду на машине, это расценивается как преимущество. Не надо будет платить за топливо вообще. Если буду подвозить людей. Но не о преимуществе я тогда думал. А только о том, что если будет что-нибудь не так, сяду в машину и свалю оттуда нахер. Накупил кое-каких продуктов, взял одежды, компьютер, даже велосипед. Купил билет на паром Таллинг-Хельсинки и поехал. Не один, был ещё экипаж из двух человек на другой машине. До Хельсинки добрались без проблем. Через Таллин, он же экс-СССР. Здесь же всё своё, родное. Выгрузились в Финляндии и началось. Навигация была тогда ещё не распространена. И поэтому пользовались картами, как умели. Но это опосля. Сначала я выехал из порта и поехал за всеми. Карту осмотреть не было времени. Так я ощутился на магистрале, где надо ехать как можно быстрее. Так что и дорожную табличку еле успеешь прочесть. Но всё же одно я прочитал. И она сказала, что я еду не туда. Съездов не видно. Непонятно, сколько ещё ехать до разворота. И тут головной экипаж. Я ехал вторым за ними. Решает остановиться, как есть на магистрале. Притираемся как можно правее, выхожу мимо. Проносятся с рёвом машины очень быстро. Это было очень стрёмно. Тем более я знал, что нас могут прихватить за остановку в неположенном месте и обложить немалым штрафом. Ну или, не дай бог, авария какая, тогда вообще обошлось. Нашли дорогу, едем в Турку. Это 150 километров. Но дорога-то хорошая. Вот уже подъезжаем. Смотрю, что-то прыгает по дороге по направлению ко мне, как мячик. Оно доскакало до меня. И как жахнет по лобовому стеклу. Звук был очень мощным. Остался след, и было непонятно, трещина это или остатки камня. Остаток пути я оглашал отборным матом. Долго не мог успокоиться. В Турку нас ждал проводник. Им оказался парень с очень мрачным лицом, хуже, чем на похоронах. Ну вот, начинается, подумал я. И представил, как разворачиваюсь и еду домой. Позднее оказалось, что этот парень нормальный. Просто лицо у него мрачное. Раз возникла ситуация, когда не смеяться было уже невозможно. Он смеялся, не меняя выражение лица. Как робот Вертер. Ха. 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 С дикими интервалами. Вообще, моих коллег гастарбайтеров рассмешить было практически невозможно. Помню, по приезду сказал, что привез с собой бабушкин ламповый телевизор Садко 701, чтобы смотреть видосики. Никто из слушателей не поменялся в лице, только один мрачно буркнул. А что, нормально. Приехали на наше место. Это дом с пристройкой и навесом для машин. У крыльца сидела пьяная толпа бомжевато одетых людей, которые говорили немыми голосами. Я опустил стекло своего Мерседеса. Каждое слово их беседы разделялось не просто словом «бля», а «сука бля». Это, сука бля, оказались, сука бля, мои, сука бля, подельни. Захотелось проехать мимо, но двор был тупиковым, и развернуться было тяжело. Поэтому вышел. А их, видимо, уже коротило, поэтому они сразу же предложили представ проставиться. Вспомнил, что взял дешевую водку, не знаю зачем, сам ее пить не собирался. Давая ее им, я боялся, что они обидятся и скажут, что за пойло я им даю. А они, наоборот, обрадовались, взяли подарок и сразу же про меня забыли. Я же хотел сесть и поехать домой. Но тут подошел парень и очень дружелюбно стал про все и всех рассказывать. Рассказал, показал мне свою кровать около входа на кухню. Для удобства передвижений дверь на кухню отсутствовала. И так называемая кровать являлась матрасом, который лежал на самодельной подставке. В комнате было еще двое. Нистово смердело носками. Далее мне показали полку в холодильнике, куда я могу положить еду. Я занес вещи. Что делать? Надо как-то развеять тоску. Собрал велосипед, решил съездить в город. Почему надо ехать в город? Да потому что мы жили уже за городом, в живописном месте у аэропорта. Посадочная глиссада проходила аккуратно над нашим домом. Справа железная дорога, а слева магистраль, которая гудела круглосуточно. Потом я узнал, что было с четвертой стороны, за нами. Там была тюрьма. Такое вот живописное место. Так вот, решил я в первый же день по приезду на место поехать на велике в город. О чем сказал своим подельникам? Им было похер, но мрачный дал свой номер телефона. Мало ли что. Да что могло со мной случиться? До города шла велодорожка. Еду, смотрю, городской автобус стоит с надписью «Аэропорт». Водитель араб в белой рубашечке, посвистывая мелодию, ссыт прямо из салона, из открытой средней двери. Ну да, и правда, только лес кругом. Потом он вымел мусор из салона прямо на дорогу. Хотя до этого мусора нигде не было видно. О, нравы. В общем, добрался я до города легко. Тут как раз был рок-фестиваль. Выпил пиво, погулял. Пришло время ехать домой. А куда ехать-то, биомать? А, на аэропорт, вспомнил я. Ура! Тем временем начало быстро темнеть. Велодорожки здесь не только подсвечиваются, но и имеют указатели, какая куда идёт. Только нет названия аэропорт. Наверное, потому что не было ещё мудаков, которые в аэропорт ездили бы на велосипеде. Поэтому я промахнулся и уехал не туда. Как я это понял? Смотрю, город уже далеко, а я ещё не приехал. Пришлось возвращаться. Когда я доехал до города, погас свет. Велодорожки освещаются только до 11. Ну, вряд ли здесь живут мудаки, которые, ну вы поняли, едут на велосипеде после 11. Освещенной, однако, оказалась только магистраль. Поехав вдоль неё, поехал вдоль неё по велодорожке. Заехал на мост. Внизу такая же магистраль. Магистраль остановился. С рёвом время от времени проносились машины. Время час ночи. Смотрю, а там внизу, на той магистрали, дорожный указатель. Аэропорт. Но как я туда попаду по велодорожкам, ничего не понятно. Доехал поближе, перебросил велик через забор и поехал по магистрали, по указателям. Благо, машин было мало. Доехал дальше без проблем. На следующий день, а точнее уже сегодня, на работу надо было к 7 утра. Приехали. Меня представили нашему человеку там. Его звали Игорь. Он спросил, как я устроился. И, не слушая ответа, дал рабочую одежду. Ботинки будут позже, сказал и ушёл. Переоделся я, оставшись в своих недешёвых карнабе. Пошёл к станку. Там встретил меня Фин Паси. Он не говорил по-русски, но говорил по-английски. Ну что, говорит. Бери деталь, клади в станок. Вот так. Деталью оказалась алюминиевая рельса длиной 6 метров и весом 22 килограмма. Поставить её надо бережно, чтобы не поцарапать. Иначе будет брак. Еле поднял, бережно поставил. Нажал на кнопку. Ну, думаю, нормуль. Теперь час её станок будет пилить. Посмотрел на время. Поднимаю голову. Станок уже остановился. Сверху мигает жёлтый проблесковый маячок. Это чтобы ты шёл и быстро менял деталь на новую. Ибо время станочное дорого. Станок стоит полтора лимона евро. High-speed milling. Быстрый фрезеров. High-speed это точно. Он эту деталь кромсал так, что только щепки летели. Как оголтелый. Такого я ещё не видел. Скорость просто космическая. Ставишь деталь. Отворачиваешься. Поворачиваешься. Она уже готова. Вся омытая эмульсия, которая благоухает полутухлой рыбой. Но это легко сдувается сжатым воздухом. How are you, sirk? Fine, thanks, bio-match. Снял деталь. Нагнулся. Бережно положил. Нагнулся. Взял заготовку. Бережно положил. И так каждые пять минут. Так я сделал палету, которую надо самому же заботливо обмотать полиэтиленом. Упаковать в надлежащий для транспортировки вид. Всего через пару часов я чувствовал себя полуздохшим. Тоже тот ещё геморрой. Вот. Так я сделал палету. Потом меня познакомили с Перту. Это был насяльник. Он вынул из кармана херь, похожую на шариковую ручку. С хвостиком металлическим. И протянул её мне. Я сказал спасибо и улыбнулся. Он без улыбки сказал, что этой штукой надо заусенцы чистить. И указал на упакованную в целлофан палету с деталями, которые я так бережно упаковал. Но как было вместе с заусенцами. После этого Перту ушёл. Дальше, как в игре Электроника 5. Я, как волк, пытался ловить яйца. Снял деталь, нагнулся, снял заусенцы, бережно положил. Нагнулся, взял заготовку, бережно положил. Снял заусенцы с детали на палете. Побежал менять деталь на станке. Опа. Смотри, заготовки кончились. Вот, наконец-то я отдохну. Ну, хоть докончу снимать заусенцы. Я к пасе. Насельником она. Заготовок нема, мана. А он в ответ. Видишь, роклю? Эта тележка такая. Вижу. Так бери её и пиздуй на улицу. Там стеллажи с заготовками. Найдёшь нужную палету и тащи на рокле сюда. Распаковывай и работай себе дальше на здоровье. Это был ад. Я еле дотянул до конца смены. Болело всё. Мои ботинки-карнаби пообносились в ускоренном режиме. Было видно, как на них появилась пара жирных царапи. Приехали домой. Я поел. Думаю, сука, ладно. Поеду, отдохну в город. Со мной взялись ещё ехать пара парней. Они из Даугов пился, но уже успели несколько лет поработать на клубнике в Англии. Один даже знал английский. Бывалые, что и говорить. Однако за гардероб они не парились. Просто оделись в свои спортивные костюмы. Видно, Англия их ничему не научила. Приехали, поставили машину за 2 евро в час. Пошли гулять. А рок-фестиваль на дворе. Народ гуляет. Эти финны бухают не по-детски. В принципе, до зелёных соплей. Но тут же ходят уборщицы, сразу всё подбирают, чтобы было чисто. Все вокруг доброжелательны. Смотрел. Опа. Ирландский паб. Гиннес. Ура. Гиннес, это же мое самое любимое пиво. Идём туда. Да, заходим. Подходит охранник. Ваш паспорт, говорит, покажите. Потом зайдёте. Видимо, его привлекли спортивные костюмы. А паспорт я как раз и не взял. Вы не можете тут находиться. Уёбывайте, пожалуйста. Вот так и погуляли. Ну, гиннес-то я попробовал потом. И несмотря на высокую цену, в 6.50 евро за бокал, он мне не понравился. Это был тот же гиннес, что у нас в Риге. Сделанный из порошка. Через неделю усталость стала сказываться сильнее, и поездки в город стали реже. Да и денег это требовало тоже немалых. Из еды я мог себе позволить турецкие кебабы, которых в городе было немерено. Качество было везде очень высоким. Цена 5.50 евро за кебаб. Порция была весьма большой. Еле съедалось за раз. Острота была на высоте. Приятная. Так-то можно было на заводе еду заказывать. Там было всё по-домашнему. Хорошо устроено. Но стоило довольно больших денег, поэтому мы отоваривались в Лидле и готовили себе как могли. Ведь ещё на это надо было время потратить. В магазинах не было, кстати, обычных для нас продуктов. Сметаны, например, или творога. Хлеба чёрного тоже. Картошка, сука. Стоила 1.30 евро. И это в сентябре. Иногда продавалось за евро, но сверху висел плакат, что она с пестицидами. Вообще магазин это приключение. Берёшь продукт, а название из 40 букв. Оно не дублируется на английском. Зато есть выбор. Датский или шведский. Первый датский. Это вообще давай, до свидания. А вот шведский немного похож на английский. Так ты можешь поближе узнать, что это за товар. Дальше надо узнать цену. Это расплюнуть. Сравниваешь финское 38-буквенное название на продукте с 38-буквенным названием на ценник. Не, в первый раз я вообще ничего не купил. Я был в шоке от цен. Они после латвийских кажутся очень большими. В призме встречается название продуктов даже на русском, но ценник там зашкаливает. У нас в Латвии призма была просто прелесть. Много продуктов и товаров, как и там, но уже по нашим приятным ценам. Так я жил, постепенно устраивался. Сожители были, конечно, не дай бог. Отъявленные головорезы. Я бы так сказал. Станочники ЧПУ были чуть-чуть культурнее, но их было поменьше. Основной костяк были слесаря-такелажники. Они строили на это время очень большой круизный пароход. Работа состояла из привинчивания к корпусу корабля всякой хреноты на больших высотах. В общем, конечно, им не позавидуешь. И поэтому ребята были очень крутые. Воровали с верфи, что попало. Очень любили медь, трубы и прочее сантехническое отопительное барахло. В этом деле они соревновались с поляками. Медь везли в Латвию и там сдавали на цвет мет. Работали, как ни странно, хотя чего странного-то. В основном в ночь. За это им была небольшая поблажка. Они могли уехать с работы раньше времени. Они приезжали часа в два-три ночи. Садились бухать до утра. Если тебе утром на работу, то сна уже не будет. Сказать им, сами понимаете, куда пошлют. А кровать моя как раз рядом с кухней и без двери. Так у меня скапливалась огромная физическая и моральная усталость. В субботу, бывало, уже лежишь после работы, конечно, и не можешь пошевелиться. Ничего не хочется. А головорезы уже бухают. До понедельника, как положено. Как-то раз мы тоже набухались. Поехали в город на дискотеку. Вообще, Финляндия напоминала мне Савдеп в хорошем смысле. На заводе всего много. Что надо, просто бери. Чай, кофе, сахар. Пей сколько хочешь. Инструмент, одежда. Всего завались. Хотя ботинки дали только через месяц. Дом наш отапливался и летом. Чуть холодно, дождь, батареи теплые, можно просушиться. Воду и электричество никто не считал. Любую вещь, где оставишь, там она и будет лежать. Никто чужого не брал. Даже наши. Ну вот, дискотек. Народу уйма. Все веселятся по-настоящему. А если заиграет песенка группы Абба, то вообще все буквально кончают. Драк нет, никто не пристает. Правда, женский пол на нас тоже ноль внимания. Даже ноль с минусом. Зато покажись, африканец, все, он будет облеплен с заботой и лаской. Как узнаешь что-то из Латвии? Давай, до свидания. Говорил, что из России тот же эффект. Не догадался. Надо было говорить, что я из Англии. Возможности языковые позволяют, но опять же я там никогда не был. Что я буду говорить? Однако, одна девушка с нами все же пообщалась. Оказалось, что муж ее русский из Питера. Говорит, была один раз там. Такая нищета, боже. Ребенок подошел со слезами на глазах, просил денег на хлеб. Она, утираясь слезами, дала. К концу дискотеки финны доходят до кондиции и начинают бить посуду. Стаканы там, кстати, во всех заведениях одни и те же. Граненые, как при Савдепе. Только более изящно граненые, с таким классическим ободом наверху. Пол заведения становится липким от напитков. Под ногами хрустит стекло. Зажигается свет. Дискотеки закрываются в 4 утра. Тут я вспомнил школьный дискоч. Там тоже зажигали в неподходящий момент свет и всех просили уйти. Кто уже не может в Финляндии, того выносят охранники. Дальше народ ловит такси и тут приходит наш звездный час. При виде машины с латвийскими номерами ее тормозят, суют купюры и просят довезти, потому что такси в Финляндии очень дорого. А мы с радостью довезем за полцены. Так и жили. Кто бухал, кто рыбачил или собирал грибы, там этого немерено. Кто-то воровал непристегнутые финами велосипеды. А я вот люблю купаться, но пляжей не оказалось. Это проблема. Море рядом, а купаться негде. Раз подъехали к ближайшему озеру, вода там оказалась коричневого цвета. Нет, она чистая, просто там какие-то грунтовые воды. Ездили на пляж в курорт Нантали 30 километров. Но это совсем не Рижское взморье. Песка нет, какие-то гранитные крошки. Интернета не было. Был только на заводе халявный медленный вай-фай. Много ли посидишь? Работать надо. Иди, станок мигает желтым. Слушал я аудиокниги в наушниках. Вот и все развлечение. Включил пару раз интернет на телефоне. Намотало сразу на 200 евро. Ничего не докажешь? Пришлось заплатить. Но зарплату платили честно. Ну, может, ужимали несколько десятков евро. Но это был тяжелый каторжный труд. То, куда местные финны не хотят идти. Было интересно, а почему здесь нет сверхурочных, ну, как в Латвии, где после 8-часового рабочего дня оплата вдвойне. Потом я узнал. Мне показали общеевропейский закон для гастарбайтер. Он действует для всего ЕС. Люди, которые приехали в страну на работу, должны получать не более 10 евро в час. Работа не больше 12 часов в день. В субботу работать разрешено. Сверхурочных нет. Все. Нас так и использовали. По полной. Через 3 недели мы по графику ездили на побывку домой. Точнее, летали Рианайром. Из Турку Рианайр не летит. Надо ехать в Тампоры. А это 140 километров. Поездом билет 35 евро. Плюс автобус-шмафтобус десятка в один конец. Дороже, чем сам авиабилет. Или можно на машине. Получится сильно дешевле. Вот мы с корешами и рванули втроем. У аэропорта стоянка стоит 30 евро за весь период. Тот, что сжирало бы отбитые машины деньги, но есть бесплатные за 4 километра до аэропорта. У супермаркета. Прогулка 8 километров оставляет в кармане 30 евро. Чего бы не пройтись. Но с чемоданами. Машину я оставил у супермаркета. Пешком доколупали. Сели в самолет. Время в Риге прошло моментом. Вернулись уже вчетвером. О, удача! Наш новый попутчик оставил свою машину в аэропорту на платной стоянке. Ура! Не надо будет переться с чемоданами эти 4 километра. Садится он в машину, поворачивает ключ. Аккумулятор сдох. В следующий час финны, уезжающие со стоянки, наблюдали группу русских, бегом толкающих машину. Потом, как правило, она резко останавливалась, чихая, но не заводилась. Водитель, ну, никак не понимал, что заводить можно из третьей скорости. Он упорно втыкал первую. Машина останавливалась, как вкопанная. Вообще, сначала он забывал включить зажигание. Наверное, верил, что сама так заведется. Начало темнеть, закапал дождик. Когда мы решили, сука, пойти за моей машиной 4 километра. Идем, громко говорим. Навстречу бежит молоденькая красивая финка, спортом занимается. Как нас увидела, они же все время улыбаются, не забуду эту улыбку с ужасом на лице. Испугалась, понятное дело. Хотя, вообще-то, нам было не до нее. Пришли к моей машине. Нормально стоит, только в пыли. Беру ключ, нажимаю на кнопку, ноль. Ничего не происходит. Что, аккумулятор? Жму кнопку, ничего. Надо признаться, что ключ я взял новый, недавно сделанный в официальном сервисе Mercedes. Вспомнил, что этот ключ я так и не проверил, а понадеялся на мастеров. Старый же ключ остался дома, в Риге. Это было гораздо, гораздо хуже, чем аккумулятор. Что делать? Решил открыть просто через замок. Открылась, но сразу заорала сигнализация. Как ее выключить теперь? Пульт-то не работает. Вставил в замок зажигания и, о, чудо, сигналка. Замолкал. И дало завести машину. Все окей. Едем заводить. Пристегнули ко мне, но чувак так же неуклюже при буксировке включал скорость. Пару раз чуть меня не въехал и раз пять порвали буксировочный трос. Но машина так и не завелась. Поехали в супермаркет за проводами, чтобы прикурить. Приехали. Время за полночь, но провода купить можно. Тридцать евро. Тридцать. Чувак купил. Дальше поехали назад к машине и сразу же завели. Прошло всего лишь три часа после нашего приземления. Доехали до дома почти без происшествий. Знаете, почему почти? Потому что у меня в дороге перестала работать печка. А ночи в Финляндии холодные. В августе ночью часто бывает ноль по Цельсию, несмотря на юг. Юг Финляндии. Мы пробовали искать работу сами. Для этой цели ходили в бюро по трудоустройству. Там, как только узнавали нашу страну, указывали на дверь. Мы вам позвоним. Ага. Но как только появлялся на пороге афроамериканец, так и ему и сэр, и чай, с кофе. Ну и работу, конечно. Да, в Финляндии жилье найти тоже нереально, если ты финский не знаешь. Если ты сунешься с английским, то никто с тобой говорить не будет. Доверия к нам никакого нет, что ли. Но откуда ему взяться-то? Эти вон воруют медь, эти воруют велосипеды, те, которые не пристегнуты на замок. Один раз мы пошли в магазин, один из наших стал пьяно и грязно приставать к продавщице. Она, мол, улыбалась ему по-особенному. Они же обязаны улыбаться и говорят предельно вежливо. Я же старался держаться очень вежливо и достойно. Но один раз в супермаркете мне продавщица вместо до свидания сказала Аллах Акбар. Я прихуел. Ну и потом спросил у коллег финнов, чего это так-то? Те поржали, сказали, что я на араба похож. У меня тогда были длинные вьющиеся волосы, хоть и каштановые, но это оказалось неважно. В общем, ситуация сложилась такова. Работа тяжелая до предела. Отдыха нет, общения со своими и хотя бы местными нет, связи с миром нет. Получилось, что я оказался как в тюряге, поэтому, как только представилась возможность, я сразу же вернулся. Пусть на меньшую зарплату, но домой в Латвию. в Латвию. В Латвию. В Латвию.